Расмеши Снежнова Добрый вечер! В эфире народное шоу «Расмеши комика» Программа, в которой люди с хорошим чувством юмора могут заработать хорошие деньги Многие из вас, телезрители, думают, что сидеть и просто смеяться над шутками — это очень простое занятие Но никто из вас даже не задумывается, что у наших комиков случаются профессиональные травмы Так, например, недавно, смеясь над шуткой, Владимир Зеленский растянул себе рот Буквально в пятом сезоне, отдавая 50 тысяч, у Евгения Кашевого так свело лицо, что он до сих пор не улыбается Ну а на эту сцену они всегда выходят жизнерадостные и веселые Евгений Кашевой и Владимир Зеленский «Расмеши свежного, разреши меня, разреши меня» Привет! Элла! Добрый вечер, здрасте! Добрый вечер! Друзья, хочу поздравить вас с Днем Учителя! Спасибо, кстати! Святая профессия! Крутой праздник! Да! Как говорится, профессия учителя — это божье призвание! Да! Да! А зарплата учителя — это божье наказание! Да, к сожалению! Хотя, ты знаешь, мне всегда очень приятно и трепетно вспоминать все, что связано со школой, с учителями И есть такие истории, которые уже давно стали анекдотичными Вот помню одна, мне особенно нравится, когда учитель английского языка говорит классу, дети зимой это Да, обязательно надевайте головные уборы, иначе вы можете простудить мозг, и у вас будет менингит А менингит — это очень опасная болезнь, а от него люди либо умирают, либо сходят с ума Честно, я сам болел этой болезнью А я на химию не ходил, понятно? Не ходил на химию? Да А на все остальные предметы ходил? На все остальные я ходил, на химию не ходил, потому что захожу в кабинет А у меня училка говорит «Кашувай, выйди и зайди как надо» Но я же не знаю как надо, поэтому и не ходил Самое главное, друзья, чтобы не рассадить эту сладкую парочку Занимайте места на последней парке и съейтесь как можно чаще И для начала правила нашей игры Каждый участник, вышедший на эту сцену, за одну минуту должен будет рассмешить наших комиков Если ему это удается, он зарабатывает одну тысячу гривен Смех комиков на второй минуте принесет ему пять тысяч гривен На третий — десять, на четвертый — двадцать И тот, кто сумеет рассмешить наших комиков на последней, пятой минуте, зарабатывает наш главный приз — пятьдесят тысяч гривен Вы готовы? Ну, начинаем Красную кнопку нажимаю я, дорогие друзья, как вы уже знаете, только тогда, когда увижу, как смеются, либо улыбаются, либо ржут наши комики Зеленая кнопка начинает отсчет времени, синяя кнопка помогает «Динамо Киеву» стать победителем Лиги Чемпионов Отлично Мы начинаем Я думаю, что можно похлопать погромче, потому что на сцене представитель города Париж Аракелян Ашот Здравствуйте, Ашот Добрый день, здравствуйте, бонжур Бонжур Ну или, как говорят у нас в Париже, баревдзес Коренные парижане Именно Баревдзес, Ашот А как вы попали-то во Францию? Это будут в Европе показывать? Нет Я поехал по программе «Работай и путешествуй» Работай, путешествуй и оставайся? И оставайся И кем вы работаете? Я экскурсовод Провожу экскурсии Для русскоговорящего населения? И не только И для французов, и на английском немножко А вы давно живете в Париже? Я десять лет в Париже Вам нравится? Да, безумно Новую такси себе купил совсем недавно Ну вообще армянин в Париже таксист Что-то мне это напоминает Ну и что, хотите возвращаться домой или нет? Не, вы знаете, я уже здесь три дня И, наверное, я не буду уезжать Останетесь у нас здесь? Ну еще на пару дней, да Но чтобы погулять в Киеве, это вам не Париж Чтобы здесь погулять пять дней, надо заработать деньги Поэтому я здесь Да, удачи Спасибо А шот первая минута пошла Я напоминаю, если вам удастся размешать комиков, вы зарабатываете одну тысячу гривен Поехали Французы вежливый народ Французские менты настолько вежливые, что когда останавливают кого-то Предлагают ему бокал вина, немного сыра и лишь потом проверяют на алкоголь Хулиган с банкой валерьянки сорвал концерт Юрия Куклачева Мужчина упал с пятого этажа и отделался переломом ноги Ногу ему сломал хозяин Порша, на который он упал Кофе в постель Грузовик Нескафе перевернулся возле ночлега бомжей Учительница русского языка начала слушать шансон Теперь весь класс отвечает у доски по понятиям Украинские туристы во Франции долго не могут попасть в двухэтажный автобус Так как ищут подъезд Мальчик с плохой дикцией вызвал в сауну лебедей Иван всегда Я засчитаю эту улыбку Ну смешная шутка Смешная шутка Мне интересно, где он нашел телефон лебедей Но все-таки там мальчик должен быть, понимаешь, с плохой дикцией, но и с вашим акцентом Чтобы совсем прямо сложилось все Мы вас поздравляем и спрашиваем о шут, пойдете ли вы дальше Подождите, вы волнуетесь, у вас трясутся руки Это папка Это достойный ответ кавказского мужчины Это не руки, это папка Ну я же говорю, я здесь уже три дня отдыхаю А вот почему Не переживай Иван всегда мечтал увидеть Париж и умереть Что ж, его мечта исполнилась только наполовину Аминь В Париже пропала девочка Пьет, курит, совсем пропала Добрая, хорошая шутка приносит вам пять тысяч гривен Это же странно, что такой французский юмор Знаешь, такой французский юмор Ашот, я вам напоминаю, что вы можете забрать пять тысяч, они у вас уже есть И быть победителем нашей игры У меня больше есть Ой, а вы может сядете сюда, мы с Жеком поработаем Ашот, пять тысяч есть, удвоим сумму Давайте Постараемся, поехали Иван всегда... Сори В Париже пропала девочка Пьет, курит, совсем пропала Это мы уже были, не пройдет, да? Во французском селе трагедия Первый парень на деревне влюбился во второго парня на деревне В Амстердаме есть квартал красных фонарей Это единственная фраза из армянского учебника географии Амурские тигры, их осталось всего два Спешите в ресторан экзотической кухни Ашот На вступительных экзаменах в ГИТИС Студентка Маша так талантливо изобразила оргазм Что экзаменаторы аж вышли покурить Не вовремя раздвигнувшийся бюстгальтер Анна Семенович подарил несколько неприятных минут Зато несколько приятных минут всем зрителям армянского канала У Маши были настолько большие красивые глаза Что мужикам она говорила Вообще-то у меня еще и грудь есть Я вас поздравляю Ашот На последней секунде Последней шуткой вам удалось выиграть 10 тысяч гривен Ашот, судя по тому как вы смотрите в листочек, вы хотите продолжить Ну да, попробуем 10 тысяч вам мало? Не, мне не мало, мне здесь просто хорошо Я себя чувствую как на армянской свадьбе Вот сейчас был бы пистолет, даже бы воздух вот так пострелил Итак, я напоминаю, что 10 тысяч Ашот вы выигрываете Можете выиграть 20, поехали Попробуем, поехали Не поехали Полицейского Пашу на работу собирает бабушка Поэтому пистолет и наручники у него на веревочках Армянский пилот, которому очень сильно аплодировали Повторил посадку на бис Уже какое десятилетие Кока-Кола соревнуются с Пепси Горилка взирает на эту борьбу с улыбкой Во Франции украинского шеф-повара не берут работать в мусульманский ресторан Такой может и свинью подложить Нашествие саранчи в Китай спасло Китай от голода А нашествие армян в Европу спасло от голода армян Народная армянская мудрость Одна бровь хорошо, а две все же лучше Сейхи А почему 20 тысяч гривен Погромче можно поаплодировать Что-то мне подсказывает, что Ашот дальше не пойдет Я бы с удовольствием просто реально нечего Здравствуйте, новый победитель Ашот Спасибо 20 тысяч Расмеши Снежнова Сделай, чтоб твоим спияться Расмеши Снежнова И постановь Алианзе Расмеши Снежнова Пусть намочит колпатки Расмеши Снежнова Но только не из будущих водки Расмеши Снежнова Супер, вообще Это эмоции бомба и нереально круто Деньги я, скорее всего, оставлю здесь Деньги я, скорее всего, оставлю здесь На сцене Боблях Андрей и Алина Город Ровно и город Полтава Встречайте Расмеши Снежнова Расмеши Снежнова Размеши меня Размеши меня Здравствуйте Добрый день Да, ребята А что это? Нас трое, а пакета два Знаете, я это как в семейных отношениях Третий лишний Понял, Витя Алина, Андрюша, вы же у нас уже выступали Я так, воно в перше, у меня и дебют Серьезно, мы нас поздравляем Вообще впервые перед камерой Ну, вы будете разговаривать? Да Да Да, чем вы занимаетесь? Да ничем Живым Кем работаете? Живые, что ли, хорошо Никем Никем не работаете? Тут такие дела, просто, понимаете Я только закончила институт, вот Думаю, о, программист, так же ж круто, все Что мне так все разговаривать? Я же не следователь Я так, на шее мужа Откуда муж, деньги буря, я тоже не понимаю, конечно Но, у меня деньги в кошельке есть, и спасибо ему за це Ну и дай вам Бог здоровья, и удачи сегодня Спасибо большое И я думаю, что нас ждут миниатюры Итак, первая минута, ребята, я тоже вам желаю удачи И для початку, мы, поскольку семей на пару тоже выпалок в семье Алина, подай отвертку Тебе надо, ты иди и возьми Чуешь, мала? А давай начнем с того, кто деньги домой приносит А давай начнем с того, кто тебе жрать готовит А давай начнем с того, кто детей из садика забирает А давай начнем с того, кто тебя ублажает по ночам Блин, где та довбана отвертка, а? Продолжим, друзья Друзья, в офисе очень впливовой компании Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день, что вы себе позволяете? Вы знаете, кто я? Я директор компании «Лайв» А, так ты директор? Так, ждите, я сейчас охрану вызову психичка Сейчас, ждите Что связи нет? Да ни в кого ее нет Ребята, ну, радоваться, конечно, рано Мне кажется, что просто скорость, которую вы показывали, маленькая Вы всего две миниатюры показали за минуту, но мне кажется, это мало Давайте попробуем еще одну минуту Давайте Можно секунду даже? Это первая, это другая Давай А дальше уже будем выбирать Давай Добренько, если можно, да Итак, все, кто знает Андрея и Алину, зажимайте кулачки, и мы желаем им удачи, поехали Уявите, друзья, как бы все социальные мережи в один момент пропали Ой, какая мала, ничего себе, оп Что вы себе позволяете, мужчина? Лайк Репост Продолжим Итак, давайте, знаете, все закоханные пари зараз досить креативно готуются до своих побачений Итак, посмотрим Андрюша, а за что ты меня любишь? Ну, ага, ты знаешь, я не скажу тебе, я лучше покажу, от, от, очи Губы Восы Ой, это не тебе, извините Волосы И вообще у меня до тебя есть вопрос Скажи, до меня кто-то был? Я готовилась до этого вопроса Думайся Игорь Артём И это всё? Нет Пацаны Ребята, вы милые, красивые, приятные На вас приятно смотреть Но, чтобы заработать денег Надо быть немножечко поостроумнее Спасибо Спасибо вам большое Пока-пока Конечно, расстроенный Не уходил ремонт с работы вдома Не, не сделаем Не знаю, придумали они свои фамилии или это их настоящие Сейчас узнаем На сцене Драник Дмитрий и Сова Алексей Город Днепропетровск Встречайте Развеши свежного Развеши меня Да ты шо Здравствуйте 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 Ребят, это не псевдонимы Это настоящие фамилии Настоящие фамилии Настоящие фамилии Ребят, чем занимаетесь? Работаем. Доучились уже, всё Всё, а где учёт? Да-да-да-да-да-да. Строитель тамада, да-да-да. Строитель тамада, да-да-да-да. А вы? Менеджер по продажам навесного оборудования. Всё. Неплохо. Плохо. Плохо? Решили подзаработать юмором. Да. Давайте, ребят. Ребят, будете читать шутки? Там всё. Всё вместе? Там всё вместе. Всё, там вот так вот так. В общем, делайте всё, что хотите, у вас есть одна минута. Пожалуйста. Женщина всегда найдёт повод для ссоры. Милый, скажи, я изменилась? Да нет, как и была. Кто кобыла? Да что ты начинаешь, а? Представьте, сельский пункт сдачи крови. Скажите, доктор, а это больно? Мне нет. Ну, давай. Кинг-Конг? Одна тысяча гривен у вас есть. Про Кинг-Конга, видимо, услышим дальше. Спасибо, спасибо, спасибо. Может, по песням пойдём? Да что, мало осталось? Готовы? Ну, поехали. А вдруг получится заработать пять тысяч гривен? Ну, вдруг. Согласна, согласна. Песня. У комбайна отказали тормоза. Зря в кукурузе гуляла коза. Аминь. Песня вторая. Жили у бабуси... А у мене м'язи. Песня третья. Посіяла мати... А я знаю, где. Была м'яне мати... Арматурным гаком... Щоб я не стояла... А лягла и лежала... Миниатюра «Кинг-Конг» и «Годзилла». Слышь, Конг... Да, Годзи. Чё-то скучно? Ты часа ночи уже, конечно, скучно. Слышь, может, по домам? По домам. Смотри, возьми... Будем продолжать? Конечно, давайте. Конечно, давайте. Конечно, берите. Опять поднялись тарифы на коммунальные услуги. Смотрите на первом национальном фильм ужасов. Жек-потрошитель. Работники Днепропетровского хлебзавода теперь будут носить стринги. Народ хотел всегда хлеба и зрелищ. Миниатюра, дистрофик и освежитель воздуха. На данный момент Евгений Кашевой держит Владимира за коленку. Но это невозможно доказать. Ну и опровергнуть тоже. Годжук. Для эффекта продвижения автомобиля «Москвич» были встроены часы. У моего отца было три брака, а остальные дети нормальные. Интервью. Скажите, пожалуйста, а вы не скажете, как определить маршрутчика-наркомана? У него очень качественно забита маршрутка. Александр Малежик решил начать жизнь сначала и распался на молекулы. Ха-ха-ха-ха. Не, не. А я думал да. Владимир, ну. Так и я думал да. Не, не было. Ребят, мы будем ждать встречи с вами. Хорошо. В следующий раз. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Ребен. Спасибо, спасибо. Спасибо. Огромное. Просто огромнейшее удовольствие. Адреналина. Всем организаторам спасибо. Тещи привет. А тем временем у нас на сцене появляется Ольга Макеева из Калининграда. Олечка, мы вас ждем. Развеши свечного. Развеши меня, развеши меня. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Как жизнь? Отлично. Чем будете нас удивлять? Ну, у меня стендап. Ваш личный? Да. Где-то выступали с ним уже? Да. Да? Ну и как там пошло? Ну, по-разному. Ну, вообще, да, неплохо. Вообще, вы знаете, что везде разная аудитория, разная публика. Конечно, конечно. Ну, я вам желаю, чтобы смялись все время. Спасибо. Оля, если вы готовы, можем начать. Да. Мне 25 лет, и у меня нет парня. Но, вы знаете, я совершенно не переживаю по этому поводу. Переживает моя мама. Просто у нас недавно горе в семье случилось. Последняя подруга детства вышла замуж. И раз все вышли замуж, значит, мне тоже надо. Причем мне 25. Моя мама вышла замуж. 28. Между прочим, если б не я, она бы в 28 не вышла. Так что чисто, технически, я уже побывала в свадебном платье. И потом, сейчас нигде невозможно нормально познакомиться. Недавно со мной в ВКонтакте пытался познакомиться парень, у которого на аватарке была его лысая голова на фоне ковра. Просто если у человека аватарка на фоне машины, я могу предположить, что у него есть машина. У этого парня есть ковер. Хотя машина на аватарке еще не означает, что это его машина. То есть, возможно, это даже не его ковер. Одна тысяча гривен у вас есть. Видимо, будем продолжать. Будем продолжать. Недавно шла по улице, ко мне подъехал какой-то парень на БМВ. Какое-то время медленно ехал возле меня, потом поехал дальше. Но самое интересное, что потом он вернулся и уже предложил меня подвезти. Я говорю, ага, то есть там впереди никто лучше меня не идет. То есть, в данный момент я прям мисс улицы Островского. А вот теперь у вас уже есть пять тысяч гривен. Будем продолжать? Да, давайте продолжать. У меня есть друзья, женатая пара, и они меня прям активно пытаются с кем-нибудь познакомить. Ну, типа ненавязчиво. То есть, я прихожу в гости, а у них уже сидит какой-нибудь Игорь. И видно, что мы попонимаем, зачем нас сюда привели. Это ужасно. Астронет напоминает двух собак, которых привезли на случку. Я даже боюсь, что если у меня с этим Игорем все сложится будет семья, эти двое начнут продавать наших детей. Поздравляем вас, Олечка! Десять тысяч гривен уже есть. Вообще, вы знаете, ну я как собачник с опытом вам скажу, что мало того, что они будут продавать, вы им еще должны двух детей оставить. Продолжаем? Конечно. Двадцать тысяч на кону. Поехали. У меня есть друг, и почему-то все вокруг считают нас парой. Вообще, все друзья, родители, знакомые. Один раз мы даже сами перепутали. И очень бесит постоянно слышать вопрос, а что ты никого не найдешь. Блин, я не знаю, почему. У меня нет к мужчинам каких-то завышенных требований. Он просто должен быть идеален. Все, неужели это так сложно? Причем, я считаю, мало кому так повезет с женой. Например, в постели вообще королева. Кто-то из моих бывших с этим не согласится, но, знаете, черед всегда недовольна властью. И такая власть уж точно лучше, чем самоуправление. Есть подруга, которая у меня успокаивает, говорит, что замужем не так уж и хорошо, но я думаю, что она мне врет. Но я и тоже вру, что некоторым мужчинам нравится маленькая грудь. Мужчины вообще постоянно к нам какие-то претензии. Например, им почему-то не нравится, когда мы имитируем оргазм. Знаете, мужчины, как говорила моя школьная учительница, это не мне, это вам нужно. Ну вот, видите, как просто можно выиграть в нашей программе. 20 тысяч гривен. Оль, единственное, что мы вам можем предложить, это последнюю, заключительную минуту, и вы можете стать победителем нашей программы и увести с собой 50 тысяч гривен. Давайте я заберу 20. Нет, это, конечно, хорошо, но просто с вашими текстами, мне кажется, что это нецелесообразно. А вдруг они не будут смеяться? А я платье хочу купить. А так у вас будет еще и платье, и еще что-нибудь? Ну, у меня за 20 тысяч тоже будет платье. И еще что-нибудь. Давайте рискнем. Это очень хорошие тексты, чтобы рассмешить мужчину. Давайте попробуем. Итак, Ольга рискует. А мы ей говорили, забирай. Поехали. И раз мужчинам не нравится, когда мы имитируем оргазм, давайте ничего не имитировать, вообще все будем говорить им честно. Милая, тебе понравилось? Ну, нормально. Все лучше, чем дома сидеть. И это я не про плохой секс, это на четверочку. Бывает вообще непонятно, что приезжала. Когда хочешь сказать, слушай, ты не пробовал чем-нибудь другим заниматься? Просто это не твое. Ну вот. Как бы сказал Буратино, теперь ты можешь купить тысячи миллионов до неба. Мне кажется, видишь, сейчас девочки кричат, молодец, по другому поводу. Кричат и не имитируют. Мы вас поздравляем. 50 тысяч гривен ваш приз. Это наш главный приз. Мне очень все понравилось, настроение отличное. Я даже боялась идти на 50, но спасибо, что меня уговорили. На сцене представитель Белоруссии, город Минск, Крупич Игорь. Встречайте. Развеши свежного, Развеши меня, Развеши меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Не, ну трусы это что-то. Красиво. Это вторые. Уверен. Я даже не знаю, Игорь Николаевич, стоит ли вам задать вопрос, потому что вполне возможно, мы просто сейчас, задавая вопрос, расскажем половину вашего выступления. Это нехорошо будет, мне кажется. Ну, смотрите сами. Воля ваша. Сбодритесь только. Все. Итак, мы предлагаем вам 60 секунд, чтобы рассмешить наших комиков. Поехали, Игорь. Антон был настолько хорош в постели, что монстр из-под кровати боялся ночью лишний раз вылазить. Чтобы хоть как-то скрасить момент перед сексом, толстая женщина сняла обтягивающее белье с криком «Трансформируюсь!» Фанат «Игры престолов» ненавидит современную политику за предсказуемость. «Вот такие», — сказал Анна Семенович, отпуская золотую рыбку. «Мегатрон» увидел трактор «Беларусь», решил превратиться в него, «Какая нелепая смерть». Чтобы сгладить впечатление после неудачного секса, Андрей включил музыку из фильма «Рокки». В кавказской версии «Звездных войн» Дарт Фейдер говорит, «Люк, я твой дом, труба шатал». Ограбление по-белорусски выглядит, как будто ты что-то клянчишь. Мало кто знает, но если в космосе убить птицу, она все равно будет летать. Леонардо Ди Капри увидел Евгения Кашевого и принял его за «Оскар». Во время очередной казни инквизитор-дурачок, пока никто не видел, поджарил себе на костре кусочек хлебушка. В Украине депутата, который берет взятки в узких кругах, называет тот, кого нельзя называть. Год прошел очень плохо, и поэтому президенту пришлось начинать свою новогоднюю речь со слов «Давным-давно, в далекой-далекой галактике». А теперь можем поговорить. Теперь нужно поговорить. Игорь Николаевич, а я думал, специально не будем задавать вам вопросы, чтобы не рассекретить ваш монолог или образ супергероя какого-то белорусского. А это с этим не связано? Нет, у нас один в Беларуси супергерой, поэтому... А почему такой костюм? Ну, у меня шутки, как бы я фанат фантастики и фэнтези. Да, это мы услышали. И как бы я хотел это проявить максимально. Во всем. Во всем. Игорь, сделайте вот так и вот туда. Удачи, спасибо. Спасибо. Пока-пока. Расмеши свежного, сделай, чтоб парень смеялся. Расмеши свежного, и под столом валялся. На сцене Сарамецкий Сергей и Смусев Андрей. Город Харьков. Добро пожаловать, ребята. Расмеши свежного, Расмеши меня, Расмеши меня. Здрасте. 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 Привет, харьковчане. Здрасте. Я киевляне. И не только киевляне, есть земляки. Да, я, кстати, не киевляне. Ну, а мы живем здесь. А кто земляк? Я. Женя, Женя мой земляк. Серьезно? Серьезно. Родом оттуда просто. Ты тоже из Парижа? Из пригорода Парижа, так сказать. Понятно, ребят. Что привело вас в нашу программу? А мы решили, мы смотрели, люди выступают, а мы нет. Да. И решили, пора. Хотелось в очередной раз увидеть Киев, так соскучились по этому городу. Почему бы и нет. А мы всегда скучаем по хорошему юмору. Удачи. Спасибо. Спасибо. Вы готовы, ребят? Поехали. Итак, представьте, отец многодетной семьи во время ремонта прибил палец. Твою мать! Твою мать! Э, Э, Женя, Женя, успокойся. Мою мать! Стоп, тихо! Тихо, стоп, стоп! Твою мать! Ну, куда ты? Итак, друзья, представьте, Йогу во время медитации захотелось пописать. Одна тысяча гривен у вас есть. Мы вас поздравляем с этим. А когда он успел? Нет, я не знаю. Да. Да, давай. Идем дальше? Да. Идем дальше. На кону пять тысяч. Поехали. Где-то на троещине. Опа! Ай! 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 Все! Все! Извините, все! Все, я понял, я больше не буду материться. А еще протокол составлю. Простите, товарищ полицейский. Давай, сэвфи с хорошим полицейским. Движемся дальше. Итак, движемся дальше. В туалете ночного клуба. Опа! Хе-хе! Эй! Уху! Линди-линди-линди-линди-ли! А какое-то лицо у вас знакомое. А если так? А, точно, я же за вас по мажоритарке голосовал. Ну что ж, движемся дальше. Маньяк в селе. Опа, стой, стой, сейчас ты бы зарыжен. А сапилочкой сейчас. Бензопилкой. Да что, ты смеешься? Ты в коровью лепешку вступил. А, блин, а, блин, а, блин. Итак, движемся дальше. Линдя. Ну, вот так, вот так. Там и пораньше улыбались очень сильно. Ну, все, не надо нас делать. Было больно просто. А не больно? Да, ребят. Нет, я же говорю, я вот... Мы много репетировали. Я вот Женя, земляк, я привык к такому. Ой, Луганская, что это такое было? Я привык, все нормально. У меня хорошее детство было. Давай подумаем. Можно пять секунд подумать? Давайте. Рискнем? Нет? Я не уверен, Том. Рисковать надо всегда. Не хватит на минуту, наверное. Вот, что боимся. А вы показывайте медленно. Рискнем? Девчонки любят рискованных. Идем дальше. Идем дальше, говорят ребята. О чем говорили? Пять тысяч гривен у них есть. Не стали они их забирать. Посмотрим, что будет. Друзья, такую ситуацию вы могли наблюдать в метро. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я представитель благотворительной организации. Мы собираем на лечение очень больному человеку. Каждая ваша копеечка может ему помочь. Помогите всем миром, пожалуйста. Короче, что я распинаюсь? Вот это алкаш. Давайте вылечим его, друзья. Ну что ж, друзья, в Киеве в последнее время очень сильно борются с нелегальными киосками. И начинают их сносить. И так убрали самый важный киоск Дарницы. Дядечка, дядечка, где же он? Я не могу понять, он тут был. Он вот стоял, вот тут, вот тут был. Где же, где же? А где же, что у меня? Полтишок, где мне теперь бахнуть? А, нет, тут есть это. Боже, он будто стоял. Ну что ж, идем дальше. Итак, в отделении пластической хирургии. Доктор, мне не нравится. А что вам не нравится? Вот, вот это вот, ваша работа. Мне не нравится. Как это не нравится? Я смотрю, все отделение так радовалось. В инстаграме сколько лайков. Всего одна минута дается в нашей игре. Она закончилась, ребят. Запинаетесь, потому что волнуетесь. Да, что вы волнуетесь? Немножко, да, есть. Да вы что, ребят, не воловаться. Мы Женю просто редко видим. Это понятно. Некоторые здесь еще и редко слышат меня. Кто часто видит Женю, вообще заикается. Вы-то чего волнуетесь? Да, ребят, смешить людей за деньги. Ваше хобби. Написано. А, то есть здесь, извини. Пошутил. Как же вы так не рассмешили за деньги же? Где? Ну, видимо, за маленькие деньги. Но на третьей минуте проиграть вообще не стыдно. Да ладно. Молодцы. Спасибо, ребята. Приезжайте еще. Приезжайте. Потенциал есть. Задор и голова работают хорошо. Пока-пока. Пока. Спасибо. Чуть-чуть расстроились, но ничего страшного. У нас есть еще один шанс в будущем. По-любому. Или два. Или три. На сцене Андрей Вороной. Город Макеевка. Встречайте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Отлично. Инженер-проектировщик. Да. Правда? По образованию или вы работаете? Нет, я еще не работаю. Я еще учусь. А, вы учитесь. Ваше хобби – волейбол и стендап. Да? То есть вы прям во время этого… Прям… Нет. Нет, но могу во время волейбола пошутить. Можете. Давно в себе открыли вот этот талант пошутить? В волейбол? А. Можно так сказать. Пошутить. Ну, как сказать? Ну, поступил на первый курс и прям… И пошло. Одногруппники такие шутники были. Думаю, надо лучше. Надо лучше шутить. И полилось. Да. Сами пишете? Ну, тогда сами выступайте. Вы прекрасно знаете наши правила. У вас есть одна минута, чтобы заработать тысячу гривен. Валера был старовером, поэтому, когда айфон разряжался, он его немного покусывал. Мальчик взял посмотреть папин электрошок и был главным в семье, пока не села батарея. Батюшка понял, что нужно что-то делать с лишним весом, когда смог носить крест на животе и без цепочки. Вахтерша умерла в полденадцатого, и ее не пустили в рай. Оптимист считает, что стакан наполовину полон. Пессимист, что стакан наполовину пустой. А на троечи не считают, что тут еще на троих запить будет. Парень был настолько хорош, что звонил в секс по телефону, сбрасывал, и ему перезванивали. Вы нас заливайте! Это просто надо представить такого парня. Вообще от такой шутки надо, конечно, кайфовать. Потому что шутка хорошая, и ее можно было бы сказать, парень... Это круто, молодец. Я старался. Одна тысяча гривен, поздравляем вас, Андрей. Продолжаем. Так точно. Находясь в машине, депутат нагнулся, чтобы поднять иконки, но его силой отбросило назад. Мальчик с лазерной указкой превратил кошачий рынок в хаос. Вы нас заливаете! Кричали соседи, но девочки очень хотели досмотреть 50 оттенков серого до конца. Учительница географии на уроке сделала сальто, но это не помогло детям забыть, что она матернулась. Валера умел разговаривать... Это надо представить. Пять тысяч гривен, Андрей, у вас в кармане, поздравляем вас. В каком скворцовом Индийском океане? Ой. Представьте эту картину. Андрей, дальше? Так точно. Давайте поаплодируем. Спасибо. Это всегда подбадривает. Поехали. Третья минута, 10 тысяч на кону. Человек, у которого одна нога длиннее другой, ходит только вдоль бордюра. Опытная продавщица ликероводочного отдела за смену выслушивает больше комплиментов, чем София Ротару за всю жизнь. Валера умел разговаривать с животными, поэтому именно ему в 4 утра доверяли фразу «Извините, но наш клуб закрывается». Коля понял, что шашлык не готов, когда свинья задула костер. Когда у дальнобойщика хорошее настроение, он дает путанам чуть-чуть порулить. У девочки с короткими руками на фото в Инстаграме только глаз. Дима знал, что шарам украшают мужчину, поэтому нацарапал на себе браслет, цепочку и часы. Когда байкер везет свою девушку на большой скоростью, это как раз тот случай, когда ее легко потерять, трудно найти и невозможно забыть. Работая порно-актером, стаж сразу идет из-за сантехника, из-за садовника, из-за пожарного. Чтобы рубль вырос в цене, на нем стали печатать значок «Эппл». Кучерявый пастух-овец отбивает до пяти нападений баранов в день. Сторож с хорошей фантазией думает, что он хостес. Девушка поняла, что... Хостес мы знаем. Итак, 10 тысяч гривен у Андрея уже есть. Опасно было. Было опасно, но я тебе скажу, что я немножечко, скажем так... Повременились нажать. Да, повременился нажатием. Мы бы потом посмотрели, там были улыбочки. Какой культурный вообще парень. Не уснул, не втыканул, да? Как раз повременился нажатием. Молодец. 20 тысяч? У меня есть или будут? Будут. Я думаю, что будут. Ну, раз вы уверены, то тогда понеслась. Девушка поняла, что в постели так себе, когда парень подарил ей айфон один. Задача не из легких. Китайскому дальнобойщику очень сложно определить, засыпает его напарник или нет. После неудачной охоты в берлоге медведя на полу появилась шкура мэра города. Мужик никак не мог определиться с профессией, но все-таки выбрал медсестру. Лену по праву считали богиней, потому что столько выпить за вечер молотока бессмертная. И слишком профессии. Трудовик зашел в борделе, по привычке попросил двух крепеньких парней. В БТУ учитель биологии. Андрей. Андрей. Да. Ну, вы помните, я был уверен. Я был уверен. Я вам доверяю, но не настолько хорошо. 50 тысяч гривен. Ну, сейчас я уже не так уверен. А там написано, Витя, на потрате деньги на путешествия. А что хотите посмотреть? Италию, Германию. Италию. Ну, на Италию 20 тысяч не хватит, мне кажется, гривен. Чтобы посмотреть Италию, прям поедать. И на Германию-то. Можно туда автостопом, а обратно билет купить. Тогда дальше к Вите. Витя, мы сделали все, что могли. Итак, идем дальше? Нет. Как? Вот так. Подождите, стойте, стойте. Подождите. Вот у вас, вы свернули-то его зря, листочек. Там сколько вообще осталось шуток? Ну, вот скажите мне. Я просто засек, что у вас каждая седьмая очень смешная. Вот сколько их там? Семь. Нет, ну, чуть-чуть больше семи. Ну, 50 тысяч. Я, знаете, я старался как мог. И я думаю, что вот я достиг какого-то планки, и в следующий раз ее можно повысить. Правильно? Ну, разве поспоришь с залом? И если они аплодируют, значит, вы победитель сегодняшней игры и выиграли 20 тысяч гривен. Поздравляем. Спасибо. Спасибо. Сделай, чтобы парень спьется. Спасибо. Спасибо. Пусть намочит колготки. Уверенность. Уверенность и смешные шутки – это главное. Как говорил один известный киногерой, место встречи изменить нельзя. Поэтому в следующую субботу в то же время на том же канале. Увидимся. Пока. Рассмеши свежного. Размеши меня. Рассмеши меня. Рассмеши свежного. Сделай, чтобы парень спьянся. Рассмеши свежного. И под столом валяться. Рассмеши свежного. Пусть намочит колготки. Рассмеши свежного. Но только не используй щекотки. Хватит пестрить шутками полыми. Легко рассмешить частями тело голыми. А когда так несешь, так моему капризу. Порадуй меня литературной репризой. Есть юмор, что актуален годами. Не с нас начался и не закончится нами. Показать на пятно и ухватиться за нос. А слабо рассмешить по-другому до слез. Рассмеши меня. Рассмеши меня. Рассмеши меня. Рассмеши меня. Голобок повесился. Рассмеши свежного. Сделай, чтобы парень спьянся. Рассмеши свежного. И под столом валяться. Рассмеши свежного.